День театра 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 идеи, предложения, сами очень много фонтанируют какими-то идеями. И это такая хорошая, получается, дружная команда, которая от души хочет сделать праздник своему любимому зрителю, который на протяжении всего сезона посещает спектакли всех театров. И надо сказать, что с каждым годом капустники, большой театральный капустник, он набирает все больше и больше популярность. Ну, это такие, конечно, меркантильные вещи, но тем не менее, как только в этом году капустник появился в продаже, он был продан в течение буквально одной-двух недель. То есть такого не было, наверное, никогда. То есть люди уже полюбили эту историю, они ждут своих любимых артистов на сцене. Ну и артисты, помимо того, что мы делаем общий капустник, каждый театр с каждым годом эволюционирует и в своих внутренних капустниках. Это всегда очень интересно смотреть, наблюдать, такие маленькие произведения искусства творческие. Рязань очень театральный город, многие критики это отмечают, и жители других городов. У нас целых четыре театра. И поэтому сейчас хотелось бы с кем-нибудь из представителей театров поговорить как раз. Может быть, Андрей, расскажите нам, как давно вы участвуете в региональных капустниках, и что в этом году готовит... Мы тоже знаем, что практически все готово, осталось только на сцену выйти. Что в этом году ожидает зрителя на капустнике? Я в 14 сезон в театре драмы, и, конечно же, каждый год принимаю активное участие и в общих капустниках, в таком большом капустнике, да, и в капустниках конкретно театра. Ну, мы всегда стараемся чем-то удивить, взять какую-то тему, которая объединит эту историю, и обязательно наполнить ее юмором, какими-то прикольчиками, именно теми, которые будут понятны зрителю. Так как Катюша сказала, что это сделано для зрителя. Поэтому всегда... С одной стороны, в этом и есть момент сложности, потому что не всегда можно, ну, так скажем, какие-то внутренние шуточки добавить в капустни, потому что они будут очень внутренние, и не всегда просто зритель их поймет. Поэтому здесь нужно как-то вот варьировать в юморе, чтобы он был понятен, открыт, узнаваем. Так как зрители хорошо знают наши спектакли, поэтому можно брать какие-то фрагментики или какие-то кусочки из спектаклей, и на них что-то делать. Что будет в этом году, не скажу. Потому что, ну, на то это и сюрприз, праздник, полный каких-то неожиданностей. Поэтому пусть люди придут и посмотрят. Каждый год выбираю определенную тему, которая объединяет все четыре театра в одном месте, в одном пространстве. И в этом году не исключение. Тема, насколько я знаю, связана со Станиславским. Вот, может, Иван, вы нам расскажете, как Станиславский объединит в этом году все четыре театра на одном капустнике. Ну, Станиславский, он вообще всех нас объединяет, все наши театры. Кукольный театр, драма, тюз, музыкальный. Все мы выходим от его системы, можно так сказать. Все мы учимся по нему, учимся проживанию, учимся. И на театральном капустнике мы тоже будем затрагивать эту тему. Это будет связано, его творческая жизнь. Она пронизывает весь наш капустник. И будет это все связываться в единое целое. Тем более, вы 160 лет. Да, в этом году 160 лет, ответил Станиславский, Константин наш, Свет Сергеевич. Ну, я хочу просто немножко дополнить Ваню. Он так серьезно к этому подошел. Понятно, мы не будем транслировать жизни творчества Оксана Сергеевича. Это такая фантазия. Почему? Давайте почитаем. Ну, почитай, ты уже мог бы прочитать. Смотри сейчас, 4 тома. 4 шутера в театре, уже пора бы прочесть, Андрей. Уже пора бы. Это что? Да, такая фантазия. Очень было интересно, кстати, работать с этой темой. Потому что, ну, это очень близко к артистам. И это очень связано с жизнью. То есть, все принципы, которые излагал Ксан Сергеевич, они применимы в жизни и в любой профессии. Особенно работать над собой. Вот. И любить себя, в смысле, искусство в себе, а не себя наоборот. Вот. Ну, вот один из самых известных, я думаю, всем, даже далеким от театра людям, принципов Станиславского, это тот самый «не верю». И вот мне кажется, что, Дмитрий, вы как раз можете нам, как один из таких самых узнаваемых артистов театра «Юного зрителя», рассказать, как идет подготовка к «Капустнику». Верите ли вы вашим коллегам, получилось у них или нет? Однозначно получается. Да и у каждого театра это получается по-своему и будет получаться в дальнейшем. Почему? Потому что это же общая работа. То есть, это не только режиссер работает, как в спектакле, допустим, с начала. То есть, он делает какую-то конву, а потом уже артист пытается что-то найти, нарастить в себе роль, поработать над ролью как-то. А здесь работают все вместе и сразу. То есть, прям сразу, сразу, сразу начинают все вместе что-то предлагать, что-то делать. И, допустим, очень много артистов, которые работают в «Капустниках», они же идут сразу прямо от себя. То есть, иногда нам в спектакле говорят, что нужно, как бы нужно было бы лучше сделать в какой-то момент. А тут ты идешь исключительно от себя, как тебе, грубо говоря, нравится, как ты чувствуешь, можешь там посмеяться, повеселиться. Если это идет в конве, то есть, с самого «Капустника», то отлично. Если нет, там как-то переделать. Но почему это будет получаться всегда? Вот лишь только потому, что это «Капуста», это, грубо говоря, показать зрителю то, что ты вот, что у тебя внутри вот хочется тебе показать сейчас, в данный момент, или рассказать, посмеяться над чем-нибудь. Вот это самое, наверное, такое хорошее в «Капустниках». Ну, нет грустных «Капустников», мне кажется. Даже если они есть с какой-то концовкой, такой ноткой, какой-то мелодрамы, то все равно она какая-то, ну, с каким-то подковыком. Да? Вот это слово! Да! Ну, так что так. Каждый театр очень самобытен и сильно отличается друг от друга. Так вот, все четыре на одной сцене. Как будут представлять свою самобытность? Какой рецепт классной «Капусты» от каждого из театров? Опять же, давайте начнем с Дмитрия. Никто не знает, мы за кулисами в этот момент деремся. Всеми театром. За мясо, как я понимаю. Да нет, за место. За место на сцене. Кто первый выйдет на сцену? Нет, на самом деле, прости, пожалуйста, на самом деле, вот что я могу отметить, мы никогда не распределяем, кто на какую тему шутит, кто что делает. На удивление, вот вы, конечно, ни разу не совпало, что, допустим, там два театра выбрали одну тему и, в принципе, там плюс-минус об одном или там одинаково сделали «Капустник». Вот это, наверное, какая-то тоже такое вот чутье, не знаю, вот это вот наша такая давнишняя дружба между театрами, она вот позволяет, не сговариваясь, все равно быть достаточно разными. При том, что мы определяем общую тему, да, общую тематику, и легко очень сбиться в одно и то же, но я согласна вот с Андреем, что каждый находит свою какую-то грань, как конкретно вот эту большую тему транслировать именно посредством своего театра. Ну, театру кукол, наверное, легче всего, потому что с куклами только мы, вот. Поэтому мы точно будем с куклами, мы точно будем музыкальными, и мы точно будем уникальными. Что самое интересное, тема-то одна, тема одна, а все капустники абсолютно разные. Конечно, каждый театр старается свой капустник, ну, так условно, скажем, да, вот какую-то стилизацию своего театра придать, да, вот, как правильно Екатерина говорит, что вот театр кукол. Понятно, что куклы, но, может быть, в каком-то там необычном варианте они как-то, да, представляются перед зрителем. Порой театр кукол, так скажем, изнаночную сторону показывает театра, и вдруг зритель есть возможность, да, посмотреть, а как вот там за ширмой все это происходит, да. Музыкальный театр тоже наполняет, как правило, свои капустники музыкой, хореографией, вокалом, да, то есть непосредственно то, ну, их профессиональной основой. И, конечно, их видение вот отличается от всех других остальных театров. А мы, а мы просто приходим. Значит, веселимся, смотрим. Не, ну, я вот считаю, что, допустим, театр на Соборной, да, так как они и работают для подростковой аудитории, и достаточно много, и по ту сторону рампы, да, много у них молодых артистов, ярких, классных. Они, как правило, тоже делают всегда такие большие, масштабные капустники, как тоже такой целый класс порой выходит на сцену, и работают тоже ярко, динамично, чтобы это всегда завлекало публику, чтобы они такие, и все, и оставшиеся 10 минут просто были покорены театром. Ну, а драма, мы, как театр, ну, так скажем, отвечающий за взрослую публику, да, мы стараемся в свои капустники привнести какой-то, может быть, как раз вот нотку какой-то серьезности. Поэтому в этом и есть отличие каждого капустника, хотя... Да все они уникальны. Марина, вначале, спросила про эволюцию капустника. Я вот хотела бы, с позволения Ивана, сказать, насколько для меня эволюционировал капустник музыкального театра. Потому что, когда мы начинали, то есть... Ну, вообще, природа капустника, она такая уходящая, очень ускользающая, к сожалению. И мы вот сейчас вот думаем, как это вот сохранить, как объяснить молодежи, что это такое, да, и не только зрителю молодому, который не особо понимает капустник вообще во чем, да, но и даже внутри театров молодые артисты, ну, думают, что это просто какой-то концертный номер или, ну, что-то, не знаю, какой-то этюд. И вот передать вот эту специфику достаточно сложно. И то же было с музыкальным театром, когда они впервые вот приняли участие в Большом капустнике. То есть они пошли таким ходом, они выбрали отдельные, да, номера музыкальных спектаклей. Они зашли на ура, конечно же, потому что, ну, хитовые какие-то арии, там, балетные партии. Зрители очень любят музыкальный театр, все аплодировали, все было прекрасно. Но сами ребята поняли, что они немножко не туда. И уже на следующий год, на следующий год они стрянули таким чудесным капустником. Ваня, извините, что я в третьем лице привела, я имею в виду про всех, да, театр. И с каждым годом, да, это всегда какая-то история, и понятно, что тоже люди все подключаются, все, там, творческим коллективом. Вот это приятно, что и внутри театров это имеет какой-то отклик. Так как спектакли, репетиции, там, новых постановок, их же тоже никто не отменял. У нас нет такого, что, ну, ребят, ну, вот теперь ближайшее время, вы все свободны, ну, как бы все время отдано под капустники, да. То есть понятно, что на это тоже стараются все находить время, где-то параллельно существует работа и так далее. И капустник, с одной стороны, это вещь, которая отрепетирована, но в ней все равно есть место импровизации. Ну, да, допустим, мы что-то делаем, ну, в общем, Дим, ты здесь выйдешь и там что-то сделаешь. И, конечно, момент того, что сделает Дима, порой остается там до последнего. Неизвестно даже Диме. Неизвестно даже Диме. И ты как партнер порой впервые это видишь и тоже вот как порой не сдержаться. Особенно, когда это так реагирует ярко зритель, ты слышишь этот смех, и тебя тоже это распирает, потому что Дима до последнего, последнего это там скрывал, что он будет вытворять в тот или иной момент. Не, ну, в репетиции что-то рождается, когда он там собирается, да, капустник. Ну, вообще это кайф, конечно, когда собираются, ну, делать капусту, собираются все равно люди с хорошим чувством юмора, это хорошие артисты, хорошие ребята, такая команда, которые горят. И это всегда очень позитивно, очень весело. Очень много мы не можем включать в капустник по морально-этическим причинам. Да, многие шутки нельзя вводить. В любом случае, да, это такой закрытый показ надо будет как-нибудь организовывать. Может быть, уже билеты и раскуплены, как уже нам Екатерина сказала. Но, но, чтобы те, кто еще не успел купить билеты, пожалели об этом и обязательно в следующем году попали на капустник, вы можете обратиться к нашим телезрителям. Не знаете, как провести воскресенье 26 марта? Мы подскажем. Приходите на Большой театральный капустник, посвященный Дню театра, и сможете увидеть не только Рязанский театр драмы, но и все театры на одной сцене. До встречи. Пожалуйста, мы вас будем ждать. Приходите, будет весело и классно. Это будет весело, задорно и очень феерично. Я хочу обратиться к девушкам, поскольку обычно девушки вытаскивают своих молодых людей в театры. Посмотрите, какие мужчины будут 26 марта в театре драмы, в Большом театральном капустнике. Приходите, мы очень надеемся, что будет весело, мы очень ждем этой встречи и очень надеемся, что вы в нас поверите. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова